По закону Юровой там просто вот так вот статистика идет вверх, привлекают, штрафуют, причем закрывают евангельских христиан не потому, что они что-то там не так зарегистрированы и так далее. Приходит там пожарная безопасность, запретили вход в здание. Вот в Нижнем Новгороде там это полно по стране таких вещей. Вдруг Зюганов значит это на флаг. Но только вот вопрос, а как это собственно реализовываться должно? У вас есть представление? Это какие-то совместные там, не знаю, советы там должны быть, спик-спирты? Нет, ну рычагов-то много в общем-то. Если брать площадку Государственной Думы, то есть форма парламентского расследования, парламентского запроса, создание комиссии по расследованию соответствующих преступлений. Это такие мощные рычаги. Их просто надо задействовать. Дальше. Круглые столы. Тоже площадка Государственной Думы. Подходы 10-минутки на выступлениях в Госдуме. Значит, есть приглашение на отчет соответствующих министров правительства Российской Федерации, которые должны в учет варите. Что делаете? Давайте отвечайте. Значит, есть Совет Федерации, где отчитываются о деятельности и дают оценку прокурору, следователю, Бастрыкину, сейчас Краснову. Значит, тоже эти рычаги надо использовать для того, чтобы остановить беспредел. Есть беззаконие, но есть беззаконие. Рычаги, ну, не говоря уж о суды, депутатские запросы, их, так сказать, можем по конвейеру делать. Вот фракционное, так сказать, приглашение соответствующих руководителей, исполнительной власти, силовиков. Они обязаны, приходят, и там это дело, так сказать, не то, что мы им читаем назидание. Задаешь вопрос, если он отвечает нет, высказываешь, и, конечно, мы будем высказывать недоверие. Мы просто вас будем, так сказать, требовать отставки, занимаемые должности. Вы не соответствует этим занимаемым должностям. То есть, рычагов-то много, в принципе. А кто-то конкретно этим занимается-то? Как это? Поручение кому-то дается, что он взаимодействует с христианами? Если есть соответствующие письма во фракцию, то Зюгановцы дают поручение. У нас шесть комитетов, председатели шесть комитетов есть. Во всех комитетах есть заместители, первые заместители, которые могут поднять соответствующий комитет эти вопросы. Но нужны обращения. Нужны соответствующие обращения. Понятно. Понятно. Продолжение следует...